27 января во всех образовательных учреждениях Кубани прошли уроки памяти «Блокадный хлеб». Всероссийской акции присоединился и Славянский район. Во всех школах Славянского района прошли уроки памяти «Блокадный хлеб». Ребятам рассказывали об истории блокады, о том, как жили и выживали в осажденном городе. На уроках транслировались отрывки с фильмов, документальной ленты и воспоминания самих блокадников. Учащиеся третьего класса пятой школы подготовили стихи о городе-герое. О дне его освобождения. Такого дня не верил Ленинград. Нет, радости подобной не бывало. Казалось, что все небо проходало. Приветствую, великое начало. Весны уже не знающий Бейград. Гремел неумолкаемый салют из боевых прославленных орудий. Смеялись, пели, обнимались люди. И снова мир с восторгом слушает салюта русского раскат. О, это полная грудь дышит. Освобожденный Ленинград. Ключевым символом всероссийской акции блокадный хлеб является кусочек хлеба весом в 125 граммов. Именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена зимой 1941-1942 года в блокадном Ленинграде. Я вам хочу показать. Вот это блокадный хлеб. 125 граммов в сутки давалось на одного человека. Его не хватало. Конечно, нынешний 125 граммов хлеба сильно отличается от ленинградских. Тогда он готовился из жмыха, отрубей, целлюлозы с добавлением небольшого количества муки. Такой хлеб трудно было назвать вкусным, но именно он спасал от смерти. Ели его очень медленно, смакуя каждый кусочек, собирая каждую крошечку. Блокадный хлеб стал символом жизни, надежды и памяти о всех погибших ленинградцах. В этом уроке мы узнали о великой блокаде Ленинграда фашистко-немецких вооруженных сил, как они заблокировали город, сколько хлеба выдавали по реке одном ленинградном, и как его ели, из чего делали этот хлеб. В 18-й школе учащиеся 10-го класса подготовили доклады о блокаде Ленинграда, рассказав о том, что пришлось пережить жителям города-героя в долгие 900 дней и ночей. Бомбежки, артобстрелы, холодная зима, отсутствие света и тепла, постоянный голод. Выдержать все это могли только настоящие герои, каковыми являются все ленинградцы. Это было очень страшно, потому что каждый из них потерял очень много близких людей, родственников, семью, кто-то потерял детей. Это было очень тяжело для них, потому что это был голод, это были военные действия, потери. Их не хранили нормально, как у нас сейчас, их просто скидывали всех в кучу, как это было. Я не представляю, какие были бы у меня эмоции, если бы я попала в это. Я, наверное, морально бы просто этого не вынесла. А люди в этом жили, и жили очень долгое время. В блокадном Ленинграде погибло свыше 600 тысяч человек. Их память, а также память всех погибших в годы Великой Отечественной войны, школьники почтили минутой молчания. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».